На самом деле я просто даже не помню времени, когда я не думала о том, что я буду кем-то другим. То есть мои родители, они, конечно, мечтали совершенно о другой карьере, о другой жизни, потому что моя мама, она связана непосредственно с этой деятельностью, с концертной, поэтому она работала 40 лет с лишним, она работала замдиректора по гастролям, в огромной филармонии, и, наверное, другой судьбы поэтому не могло получиться. Училась я замечательно, прекрасно, у меня были великолепные результаты по химии, биологии, поэтому меня как-то так и ориентировали в эту область. Я не сдавала экзамены в университет на биохимический факультет, у меня просто было собеседование, и по результатам собеседования меня зачислили в университет. И моя мама, довольная и счастливая, и веселая, что все это состоялось, она оставила меня на попечение своей подруги. А я на второй день забрала документы и отдала документы в театральный институт Ленинградской кинематографии, театра кинематографии. И, естественно, я провалилась, безусловно, потому что я не готова была, просто вообще никак, никоим образом. Мне посоветовали поступать на следующий год. Ну и, в общем, я позвонила через какое-то время, все рассказала, повинилась, меня приняли в семью. Пошла работать в качестве ведущей концертов. Вот я объявляла исполнителей, с этого началась моя история. Ну и все. И как-то так через полгода меня от филармонии отправили в тот же самый город Ленинград в эстрадную творческую мастерскую при Лен-концерте, где я проучилась два года, получила уже диплом среднего образования, профессионального, и получила программу. Евгений Ваганович Петросян, он много лет тому назад, и его заинтересовал мой репертуар, и в рамках передачи «Смех панорама», и мой номер, который, вообще после которого я провиснулась знаменитой, в передаче Лены Степаненко «Бабы вперед». Вот тогда это была премьера, и на следующий день обо мне уже говорила вся страна, и специалисты, и люди. И вот с этого момента меня узнали и полюбили. Это свекруха, которая Галю с пылюкой, значит, издолбала полностью. Вот и все, вот вся моя история. Потом были съемки, потом были передачи, потом у меня было такое три года простое, потому что я решила рожать второго ребенка, и на время отказалась от профессии. Потом начинала опять с нуля. Я рада, что я все-таки на эстрадном факультете в свое время оказалась, и я рада, что я занимаюсь именно этой профессией, потому что здесь ты как бы, ты сам отвечаешь, вот ты сам отвечаешь за результат. Если в коллективе, в театральном, ты все-таки зависишь в большей степени и от коллектива, и от режиссера, и от автора, которого тебе навязывают, потому что здесь я полностью выбираю сама все. Я не только ограничилась эстрадой, я пробовала себя в многих жанрах, я работала с симфоническим оркестром, у меня была прекрасная программа поэзии XIV-XV веков. У меня были очень хорошие чтецкие программы, это и Булгаков, записки на манжетах, это и Зощенко, это и Чехов. Я с ребятами играла в антрепризных спектаклях, тоже такой опыт у меня был. Ну вот сейчас меня как бы зовут в кино, но пока сценарий для себя я лично не выбрала. Но тоже, наверное, вот этот опыт у меня тоже, наверное, появится. Я люблю маленькие города, я обожаю, с удовольствием приезжаю, с удовольствием работаю. Я приезжаю даже в такие города и городки, в которые мои коллеги никогда, вообще никогда не приедут. А я еду, потому что я считаю, что, знаете, люди везде одинаково достойны самого лучшего на сегодняшний день, самой лучшей еды, самых лучших развлечений, самой лучшей одежды, самой лучшей жизни. И поэтому вот когда я приезжаю в малюсенький городок, и не верят даже, да ну, не может такого быть, чтобы, а не Рожкова, да нет, это двойник, это не она. И когда вот, вы знаете, когда я выхожу на сцену, и через две секунды люди, которые пришли, и они насторожены, и они вот обманули, не обманули, обманули, не обманули. И когда они видят, и когда я вижу, как они открываются, вы знаете, ради этого стоит жить, ради этого стоит творить, ради этого стоит выходить на сцену, ради этого стоит ехать. Это замечательные эмоции. Они меня питают. Я им отдаю, а они меня тоже питают.